Приехала я уже домой, но ребятки мне раньше приехали, мужу отдала пакет, говорю, отнеси домой, я схожу до подруги ненадолго, потом домой пойду, а то она мне звонит и говорит, придёшь? Я говорю, приду, а то уже несколько дней не виделись, соскучаем. Ладно, идём до подруги в гости, потом домой приду и покажу, что купила. Всё, идём мы с девчонками домой, посидели мы у подруги, зашли ещё по пути в магазин. Сегодня подруга садила помидоры, посадила потом, она говорит, она помидорами поделится со мной, а я с ней перцами. У неё так, значит, ты посадишься, я ещё ничего вообще не садила больше. Сегодня, да, кстати, рассаду покажу, сейчас приду домой, сначала обзор покупок покажу, а потом уже вам покажу рассаду обязательно, потому что ждёте, ждёте, а я вас тут всё никак не показываю. Да, дочь? На танцы хочешь ходить? Ну, будешь ходить, значит. Ладно, идём до дома, до хаты. Так, всё, дорогие мои друзья, пришли мы домой. Сейчас покажу, что я в городе купила и что у нас тут в магазине купила. Ну и что, начинаем. Обзор покупочек. Так, купила два рулетика, что-то одни девчонки были по 20, чем-то. Ну-ка, посмотри, в пакете там чек должен быть в белом. Маш, она сейчас не найдёт. По-моему, был чек, или я, видать, выкинула его. Ну ладно, по 20 с чем-то рублей были вот эти вот рулеты. По-моему, 28 или 29, ну вот взяла два штуки. Потом купила кукурузу, полставь, три шпачки. У меня всегда, когда есть, если возможность, какие-то крупы купить или продукты, я закупаюсь. Потом увидела по акции по 59 рублей вот такие вот бантики. Дети у меня обожают бантики, поэтому две пачечки взяла. Так они без акции 80 с чем-то рублей стоят. Ванечка, подожди. Также купила кильку в томатном соусе. Четыре баночки. Она что, 28 или 29 рублей стоит, но недорогая. Потом взяла на пробу вот такую фасоль. Что-то по акции тоже недорого. Красная цена, около 30 рублей, короче, стоила. Поэтому взяла на пробу. Посмотрим. Никогда такую не брала. Поэтому одну баночку взяла. А кильку я уже много раз брала. Нравится в суп. И так иногда поесть, да, Егорка? Ну, в суп в основном всегда мы используем. Дальше купила две пачки сахара. Русский сахар. Потом взяла по акции йогурт. Хотела выпить, так и не выпила. Привезла в оконцовке домой. И купила две курицы. Курица, не помню цену, честно говорю, почем была. Но вот две штуки взяла. И вот такую шоколадку по 39 рублей по акции. Дешевенькая. Дальше. В нашем магазине на Невтянько здесь брала. 5 литров молока. Булку хлеба дешевого. Хочу сделать сухарики. Потом взяла сгущеночку, бутылочку, чтобы в запасе лежит. Сейчас уберу ее. И крекер соленый. Два пакетика взяла. Вот в целом все мои закупочки. Вышла. Так, что получается? Ну, полторы тысячи здесь. Вот это городской тысячи. И вот здесь 400 рублей вышло. Вот получается полторы тысячи. Ничего путем не взяла. А вы говорите, почему вы не делаете большие закупки? Вот, пожалуйста, сделала. Вышли цены. Сами видите, сколько. Поэтому вот так вот. Ладно, на этом все. Сейчас покажу вам чуть позже рассаду. Вот, смотрите. Это мои перцы. А помидоры придется пересаживать. И не все. Я сегодня пришла на них вот эти у помидоров. Вот эти вот штучки все. Отвалились, затемнели. Убрала. Будут другие садить. Хотя мне подруга сказала, не сади. А вот третий, видите, сорт не взошел. Вот игрок взошел. Царевич взошел. А кубок победителю так и не взошел. Ну, вот такие вот мои перчики. Дай бог, чтобы росли хорошо. Идем опять в мой магазин. Оказывается, дома хлеба нету вообще. А я только одну булку взяла. Приходится в магазин идти опять самой. Ну, тут Машенька со мной пошла прогуляться. Погода хорошая. Стараюсь больше ходить. Чтобы духом не падать. И чтоб... Да, выстаешь, но ничего. Встала, дальше пошел. Да, Тайсон? Так, сходила я еще в магазин, купила лук. Вот смотрите, я ходила в магазин, никто ничего не убрал. Вот так вот. И купила две селедочки соленых и четыре булки белого хлеба. Вот такие все покупки. Дорогие друзья, и мы с Кисой хотим ответить на ваш вопрос. Почему мы ее называем разными именами? Покупали мы ее как мальчика. Но она у нас оказалась девочка. Мы ее пока коротко зовем Вася Василиса, но имя так мы не придумали. Поэтому мы кидаем среди своих подписчиков клик. Напишите нам, пожалуйста, очень оригинальное имя для нашей кисы. Родилась она у нас в декабре, 17 декабря. От этого, может, кто-то знает, как-то подать им можно придумать имя. Да? Вот такая вот она у нас красавица. Она очень ласковая, ребят. Но она очень игривая. Вы не представляете. Да? То есть, Лиса, почему оказалась девочка, мы сами в шоке. Мы покупали вообще как мальчика, да? Ну вот, многие писали в комментариях, Настя, котенку уже два с лишним месяца, у вас яичек, извиняюсь, не видно у кисы. И да, я заметила, что тоже у нее нету. У меня это с первого дня еще почему-то тоже в ступор ввело то, что у нее нету ничего этого. И потом вот я по своим подписчикам позвать скинула фотографии ее. И многие подтвердили. Также другим заводчикам скидывала я фотографии в разных позах кису. Фоткала заднюю часть, я имею в виду, и скинула фотки. Они все в ответ сказали, что у вас не мальчик, у вас девочка. Мои девки, если честно, даже больше рады, что у нас девочка. Дети больше рады, чем мальчику. Поэтому ждем от вас комментария с названием. С именем ее нам, да, кися? Потому что мне написали, что человеческим именем нельзя животных называть. Поэтому вот так вот. Ай-яй-яй, твой хвост путается. Да? Ждем. Всем спасибо за ваши комментарии заранее. Благодарю. Видео на этом завершу и буду снимать уже новый влог. Всем говорю, всего самого хорошего. И всем говорю, пока-пока. Так, я нарезала селезочку. Сейчас будем кушать. Хотела показать. Муж у меня сегодня сварил кашу. Называется каша-дружба. И да, стул просили показать. Вот он у меня стоит. У меня просто всегда тут на нем или кастрюлю бывает ставлю остужаться. Он был занят. Сейчас свободен. Вот, пожалуйста, стул стоит. Ящики лежат у меня еще для рассады. И курица пускай размораживается. Я ее сразу разрежу на части. Всем еще раз добрый вечер. Я сейчас занимаюсь тем, что убираю одежду, которую дети сейчас не носят. Или большая им еще. Хочу сюда. У меня тут полочка. Я сейчас все это уберу и покажу вам, что за полочка. И так же сюда убираю еще запасные одеяло, подушки. Так как сейчас у меня Егорушка в этой комнате один живет, он запасное одеяло, например, теплое. У меня тоже всегда лежит здесь. Подушки, запасные обязательно. Ну, сейчас покажу. Давай, Маша, телефон выключай. Так, и вот таким вот образом я все складываю сюда у Егора в комнате. У меня тут вот в пакете это лежит Вани на вырос, там Шапкину сумочку нам присылала подписчица. Я ее прибрала девчонкам на лето. Тут у меня курточки, что вот подписчики присылали. И то, что наши штаны, вот это вот штаны баллоневые, это штаны баллоневые, остальное все курточки на весну, на осень. Некоторые еще большие, некоторые уже так. Здесь вот одеяло старое, надо его сделать по-другому. Все хотела сделать, все забываю. Потом вот это вот одеяло, одеяло, подушка запасная. Ну, а здесь вот цветы стоят. И принтер у Егорки в комнате. Вот такие вот дела. Сейчас все это убрала. И пойду, мне надо курицу разрезать. И у морской свинки наполнитель поменять. Ну, сначала мясом займусь, а потом уже всеми другими делами. Ладно, шагаем на кухню. Прошу прощения. Моя сейчас задача разделать вот эти вот две курицы по частям и убрать в морозилку. Извините, пожалуйста, еще раз. Так, разрезаю и убираем. Разделала я первую курицу. У меня получилось две кости, два филе, а тут крылышки и ножки. Сейчас разложу все по пакетикам и буду разделывать вторую курицу. Так, дорогие друзья, это у меня крылышки-ножки. Филе с двух курочек на какие-нибудь полуфабрикаты пока отложу. Также два суповых наборчика у меня получился. Ну и тайсону. Эти три убираю в холодильник. Этим, знаете, что хочу сделать. Сейчас крылышки еще на части разрежу. И хочу попробовать замариновать сразу в пакетике. Я видела в каком-то видеоролике, как маринуют. И я хочу что-то наподобие сделать. Сейчас разрежу крылышки и приготовимся с вами делать. Так, дорогие мои, мариную первый раз. Поэтому прошу себя строго не судить. Что мне понадобится для маринада вот этих двух тарелок курицы? Приправа для курицы. Перец красный-черный возьму. Немножко горчицы и майонез. У меня свой домашний. Ой, честно, страшно. Ну, посмотрим, что получится. Курицу перелаживаем в пакетик. Попробуем. Получится, не получится у нас. Что получится, то и получится. Испытаем, как говорится, на себе. Так, что нам сюда надо добавить? Ну, в первую очередь, соль. Соль обязательно. Я даже не знаю, сколько, но я вот ложечку соли положу. Дальше перец разный насыпем. Ну, побольше черного, чем красного. Дальше положим горчицу. Ложечку. Также насыпем немножко приправки для курицы. И посмотрим, что у нас получится. Очень надеюсь, ребята, что я это блюдо не спорчу. Также сейчас нам еще понадобится это растительное масло и майонез. Так, сейчас этой же ложечкой майонез положим. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вот так вот положим, наверное, хватит. Короче, сейчас что-то набодяжим. Вам, наверное, плохо видно, да? Вот как смогу, постараюсь показать. И немножко сюда также нальем растительного масла. Сейчас все это нам надо крепко, крепко или вот так вот завернуть, или как-то еще. И все это перемешать. Сейчас все перемешаю и покажу вам. Дорогие мои друзья, мясо я уже вот так вот, такими движениями все перемешала. Очень надеюсь, если кто-то так пробовал мариновать, напишите, пожалуйста, удобно ли вот такое вот маринование или нет. Так как я это делаю в первый раз. Ну, вот видеоролики, много смотрю таких видеороликов, делать как полуфабрикаты, да что. Нет, раньше делала тоже, но не такие, чтобы мариновать в пакетиках. И вот решила попробовать. Сейчас дадим в холодильнике пару дней пролежать, а потом в духовочке с картошечкой запекем. Ну все, отправляем в холодильник. Все, поменяла у нашей морской свинки наполнитель. Насыпала гранулят, плюс опилки ему муж с работы приносит. Вот. И насыпала ей корма вкусного. Вкусие, да? Лапусенька. Все, все дела сделала. Теперь можно и чай спокойно попить. На чайник остается пить. Сейчас попью чай. И буду скоро уже укладывать детишек спать. Время у нас уже... Что? Девять часов вечера? Десять и мои дети. Я обычно детей ложу где-то без десяти, без двадцати. Без двадцати, без десяти. Десять спать. Потому что маленькие еще. Пусть пораньше ложатся спать. Да и в садике. Хоть ты как-то их рано ложи. Они в садике все равно потом утром кемарят спать хотят. Ладно. Всем всего самого хорошего. Всем спокойной ночи. А я буду сейчас пить чай и уложить ребятишек спать. Увидимся с вами завтра. Субтитры сделал DimaTorzok